Хайку Сегодня мы вспомним, чем отличается хайку от хокку, и обратимся к истории жанра. В XVI-XVII веках термином «хокку» обозначали первые трёхстишие более длинной поэтической формы под названием «танка» или «вака». Дословно «хокку» переводится как начальные строфы стихотворения. Если хокку содержала в себе 17 слогов и 3 строфы, то вся форма танка состояла из 31 слога и 5 строф и представляла собой своеобразный диалог поэтов. Кроме того, в эпоху Эда среди японских поэтов был очень популярен жанр хайка и ренга, представлявший собой коллективное творчество нескольких людей. Наиболее искусный поэт или гость собрания сочинял первые три строки, а остальные по цепочке придумывали продолжение стихотворения, как бы поддерживая с ним беседу на заданную тему. Давайте посмотрим сцеплённые строфы, сочинённые в 1499 году поэтом и дзен-буддийским монахом Ио Соги. Поскольку хокку стояла в начале стихотворной цепочки, в нём полагалось отображать сезонные слова. Первый поэт начинал с хокку в привычном размере 5-7-5. Нет, не сравнить красу цветов прекрасной сакуры ни с чем. Второй поэт продолжает тему двумя строфами по семь слогов, как бы намекая, что сакура облетает. В саду вечернем тихо веет весенний ветерок. Далее строфы чередуются по цепочке в последовательности 5-7-5-7-7, повторяя ту же структуру снова и снова. Таким образом, хокку не было самостоятельной поэтической формой и требовала после себя продолжения. Впоследствии, благодаря поэту Мацуо Бащо, значение первых трёх строчек таких сцеплённых стров было переосмыслено, и они стали восприниматься как самостоятельное поэтическое произведение, как бы отломившись от более крупной формы. Это положило основу зарождения отдельного поэтического жанра. Ну а термин хайку впервые появился только во второй половине XIX века и представил его известный японский поэт-реформатор Масао Кащики. Хайку стали называть самостоятельные трёхстишие, написанные одним автором. И в заключении, позвольте привести пример Хайку Масао Кащики, демонстрирующие его видение мира. Если вам нравится японская поэзия, подписывайтесь на наш канал, и тогда вы точно не пропустите новые видео.